Это канал высшей технологии с самыми последними новостями из мира технологий. Компания Helion Energy достигла ключевой вехи в области синтеза сообщила, что это температура, при которой будет работать коммерческий реактор. Между тем испытания на долговечность подтверждают надежность системы. Представитель Helion Energy сообщил и E-Times, что ключом к подходу Helion является инженерная эффективность. Мы напрямую преобразуем энергию термоядерного синтеза в электричество, что означает, что нам не требуется зажигание, и мы можем производить чистую электроэнергию при гораздо более низких значениях чистой энергии. Наши проблемы сейчас – это в первую очередь инженерные задачи, а не научные проблемы. Helion Energy использует импульсную систему термоядерного синтеза, благодаря чему термоядерное устройство остается небольшим и обеспечивает гибкое производство электроэнергии. В качестве топлива он использует диетерий и гелий-3, Девкубихы, Helion Energy прототип трента компании Helion Energy объединил и сжал диетериевую плазму с высокой бета-обратной конфигурацией, FRC, в условиях термоядерного синтеза, достигнув общей температуры плазмы 9 КФ, более 100 миллионов градусов Цельсия. В 2018 году его прототип поколения создавал магнитные поля 7 Тесла и достигал ионной температуры 2 КФ при высокой плотности. Внутри устройства Helion Energy это топливо нагревается до экстремальных температур с образованием плазмы, которая затем магнитно удерживается в форме, которую компания называет конфигурацией с обращенным полем, FRC. Два FRC формируются на противоположных концах ускорителя, а затем сталкиваются друг с другом на скорости 1,6 миллиона километров в час с помощью магнитов. Чтобы создать впечатляющие столкновения в центре, здесь они дополнительно сжимаются с помощью мощных магнитов и нагреваются до тех пор, пока не достигнут температуры 100 миллионов градусов Цельсия, в результате чего диетерий и гелий-3 сливаются вместе, образуя расширяющуюся плазму, которая отталкивает магнитное поле до индуцировать ток, который можно собран в виде электричества, как и все, кто работает над проблемой ядерного синтеза, Helion Energy стремится достичь точки безубыточности энергии для синтеза, при которой система производит больше энергии, чем требуется для ее работы. Это станет ключевой задачей, когда компания в конечном итоге начнет работу на своем новом предприятии в Ваверите, штат Вашингтон, которая, по ее словам, обеспечит около 150 рабочих мест, читать дали японские ученые представили метод перемещения предметов звуковыми волнами у России и США есть самолеты судного дня, как и куда они полетят в случае конца света впервые в истории девяти звезд исчезли за полчаса и не вернулись.